В Люберцах прошел межнациональный спортивно-патриотический фестиваль имени Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева. Мероприятие, посвященное легендарному командиру группы «Альфа», ежегодное. Впервые оно прошло в городском округе в 2019 году. Команда Архангельской области! 45 команд, 900 участников и три турнира по карате. Таковы масштабы очередного фестиваля «Победите вернуться». На этот раз во дворце спорта «Триумф» спортсмены из 20 регионов страны, а также Республика Белоруссия и Абхазия. Участников фестиваля поприветствовали почетные гости, в том числе и самый главный Геннадий Зайцев, в честь которого и проходит эта спортивно-патриотическая встреча. Для спортсменов и их наставников большая честь выступать на этой площадке. Для большинства из них это не первое участие в фестивале имени Геннадия Зайцева. Милана Хадзоева из Москвы в прошлом году завоевала первое место. И сейчас она снова здесь. Победила и вернулась, но на этот раз взяла бронзу. Я хочу, чтобы у меня всегда были золотые медали. Но я участвую не за медали, а потому что мне это нравится, и я хочу показать себя. Гости фестиваля наблюдали не только за борьбой за призовые места. Перед началом турнира состоялись показательные выступления. Свои навыки продемонстрировали самбисты, каратисты, борцы айкидо и представители военно-спортивного клуба. На арене выступили воспитанники Федерации спортивных единоборств с поражением опорно-двигательного аппарата. Под руководством Сергея Семайкина они показали прикладные приемы пара-карате. Одним из примеров, для чего это нам надо, является Владимир Смирнов. Он за последние два года отразил 8 нападений на себя. Одно из самых ярких было отражение нападения с холодным оружием. С каждым годом фестиваль, который носит имя человека, ставшего легендой при жизни, становится все более масштабным. У самого Геннадия Зайцева выступления спортсменов вызывают восторг. То, что было показано, это же специально готовились люди к этому и так далее. Конечно, это мастера своего дела, безусловно, владеющие приемами, причем владеющими очень крепко, искусственно и так далее. Такого просто голыми руками не возьмешь. В этом году командиру группы «Альфа» исполнилось 88 лет. Фестиваль, названный его именем, всегда проходит в конце октября, во время празднования профессионального праздника сотрудников спецназа.